Друзья, я тут недавно читал интересную книжицу, называется «Редкие профессии». Слушайте, чего только в мире нет, кем только люди не работают. Ну, ветеринар, ладно, знаем, любим. Оказывается, от состояния копыт у коровы зависят будущие надуи. Так есть специальная профессия. Специалист по педикюру у коров. В Европе есть профессия – раздирщик пакетов. А мы, дураки, всю жизнь забесплатно. В Японии, в метро, есть такая профессия – заталкиватель людей. Мы с детства обучены. Ну, экзотикой, экзотикой. А те профессии, к которым мы привыкли с детства, они по-прежнему с нами. И мы не представляем нашу жизнь без них. Вот от лица представителя такой героической профессии я и написал однажды этот рассказ. Давайте мы этого товарища поприветствуем. Ребята, казалось бы, какая мужская профессия самая героическая? Космонавт? Может быть. Может, подводник. А я так думаю, моя? Моя? Я – водитель маршрутки. Я же каждый день один на один с нашими людьми. А это еще хуже, чем в клетке с тиграми. Люди в курсе. Тигру хоть кусок мяса кинешь – он успокоится. Наши всегда недовольны. Иногда такое скажут. Потом не знаешь, как дальше ехать. Ребята рассказывали, случай был. Едет маршрутка из одного райцентра к славному городу Кирову. Битком. В салоне папа, сыночек его пятилетний. Очень живой мальчик. Очень. Пытливый – не то слово. Рот не закрывается. Маршрутка останавливается на переезде, ждет поезда. За окном степь, коровки, бычок прохаживается. А быку же все равно. Смотрят на него из маршрутки или не смотрят. Рефлекс сработал. Пристроился сзади к коровке. Пацан увидел. Папа, а что он делает? Маршрутка замерла. Тишина стояла такая. Мухи на лету замерли. И тут папа говорит, сына, а это он смотрит. Далеко ли до Кирова? Водитель еще час не мог с места съехать. Бык пару раз подходил. Заглядывал. Не случилось ничего. Я сам по молодости лет шутить пытался. Сам себя веселил. Такое творил. Как-то газель моя стоит на остановке. В салоне пока никого. Я тихонько выхожу из кабины. Сажусь в салон и молчу. Постепенно маршрутка заполняется людьми. Я сижу молча. Вскоре раздаются первые возмущенные крики. Ну где этот? Сколько ждать-то вас? Я про себя столько нового услышал. Но чувствую, пора. Встаю и говорю. А что его ждать-то? Я сам дорогу знаю. Сажусь. Выхожу из салона за руль по газам. В маршрутке тишина. Как в степи перед Кировым. Наконец какой-то мужик орет. Парень. Тормози. Догонят, посадят. Тормози. Я говорю. Да кто меня догонит? Я рядом живу. Сейчас выйду. Ну потом признался, конечно. Да ладно, ребята. Я водитель. На следующей остановке вышли все. Героическая профессия. Тут такого сзади насмотришься. Подъезжаем к остановке. А там два вьетнамца. Ну коренные москвичи. Свободно только одно место. Эти начинают лопатать на своем. Тут наш мужик. Сибиряк. Их аккуратно отодвигает. Садится и говорит. Расслабьтесь, славяне. Газель во Вьетнам не идет. Ну стрессы постоянно. Едем себе тихонечко, спокойненько. Вдруг на весь салон. Козлиное блеяние. Потом еще, еще. Я оборачиваюсь. Не везет ли кто. Тут одна девица достает мобильный. Говорит. Да, дорогой. Народ наглый пришел. Наглый. Кричует на женщине. Гражданочка, куда вы ломитесь? Ну нету мест. Нет. Куда вы ломитесь? Она мне так томно, страстно. Возьмите меня стоя. Я как-то пожалел. Взял двоих стоя. Такое было. Девчонка стоит. Рядом сидит мужик под даты. Место не уступает. Только по коленям себя хлопает. Мол, давай. Какое место? Это, это. Первый класс. Бизнес-класс. Та стоит пунцовая. Зубы сжала. А рядом мужик здоровый. Молчал, молчал, да как выдаст. Девушка, вы не будете садиться? Так я сяду. И сел. Протрезвел моментально. Драться полез. А я ж хотел как лучше. А у нас так нельзя. Помню, в салоне как-то неплотно закрывался люк. Ну понятно, во время движения оттуда дул ветер. Я хотел как лучше. Газель добрала скорость. Оборачиваюсь, спрашиваю пассажиров. Вам там не дует под люком? Народ не понял. Ты кого под люкой назвал? Слышь, ты. Газюля с рулем. А как все командовать любят? Бабуля орала. Мне там на углу остановите. У столба. У столба. Я вам конкретнее скажу. У кошки. Я не выдержал, говорю. Вам у передних лап или у задних? Да с бабушкой лучше вообще не связываться. Тут заходит одна. Рюкзак за плечами. Мне одну остановку садиться не буду. У дверей постою. Пока ехали. Задумалась на о своем, о девичьем. Как с буденном в походы ходила. На остановке мужик дверь открывает. Я встречу вся конница. Поднимаются. Он говорит. Что, мать? Парашют не раскрылся. У бабули, помню, как-то мелочь. Упала и покатилась по салону. Пошутить решил на свою голову. Говорю. Что упало, то мое. Бабуля мне сходу. Сыночка, сейчас сама упаду и буду вся твоя. А вчера вообще. Бабуля пробирается к выходу. В одной руке авоська, в другой новенький эмалированный горшок. Вот она себе горшком дорогу пробивает. Впереди нее мужик. Бабуля горшком пихает. И без задней мысли. Мужчина, вы сходите? Кто-то оборачивается. Говорит. Мать, да я до дома дотерплю. Героическая профессия. Но благодарна. Народ с работы садится устал и злой. Домой доедет. Глаза горят. Выходит на свои остановки. Со всей дури дверью. Чувствуется отдохнуть. Ну и на том спасибо. Здравствуйте. В эфире оригинальные новости. Соединенные Штаты вновь обратились к России с просьбой выдать Эдварда Сноудена. За время, проведенное на территории Российской Федерации, Эдвард заметно поправился. Познакомившись ближе с жизнью россиян, Эдвард Сноуден сделал сенсационное заявление телеканалу CNN. Я настоятельно советую абсолютно всем, ни в коем случае, не начинать никакие агрессивные действия в отношении славян. Потому что народ, который водку запивает пивом, ест, а макароны закусывает хлебом, победить невозможно. Япония вновь выразила свое намерение вернуть часть Курильских островов. По этому случаю на митинг вышли жители острова Кунашир. Все трое. В единодушном порыве они высказались по этому вопросу. Вот уже полгода в России действует закон о запрете курения в общественных местах. Реакция населения на это решение была неоднозначной. Сегодня Государственная Дума рассмотрит проект постановления о полном запрете продажи табачной продукции. Вот как прокомментировали это рядовые россияне. В Париже закончился чемпионат мира по водным видам спорта. Восемь золотых медалей в копилку нашей сборной принесла Регина Дубовицкая. Мировая рекордсменка погребли на Баку. Вы видите финал золотого заплога Регины, после которого она обратилась ко всему тренерскому составу со словами благодарности. Блин, я же плавать не умею! Удинцы! Завершился ежегодный конкурс красоты «Мисс Кривой Рог». В этом году жюри было как никогда сложно сделать свой выбор, поскольку состав участниц был очень сильным. Ну и, наконец, вот она, счастливая победительница – «Мисс Кривой Рог». Вы видите, что девушке с трудом удается скрыть свое волнение. Новости культуры. В Тенде открылась школа стриптиза. Опытные педагоги обучают всех желающих, как правильно обращаться с шестом. Базовый предмет так и называется – искусство трения. Особое внимание уделяется показу популярных сцен из знаменитой Камасутры. Однако тындинские умельцы пошли еще дальше и внесли свою лепту в историю древнего трактата о любви. На ваших экранах – одно из новых любовных ноу-хау. Калужская птицефабрика значительно увеличила производство яиц. Уникальность новой технологии заключается в том, что теперь для производства яиц куры вообще не требуются. Популярная телеведущая Регина Дубовицкая отправилась в гастрольный тур по Австралии, где представят свое феерическое шоу «Дорогие мои». В аэропорту Мельбурна ее встречала многотысячная армия поклонников. Регина Игоревна всегда знала, что у нее есть свой зритель. Наконец-то она увидела, кто это. Удивительный инцидент произошел с Региной в зоопарке города Мельбурна. На телеведущую напал гигантский кенгуру. Очевидно, разгоряченный самец принял Регину за сам. В волею случая гастрольный тур Регины Дубовицкая совпал по времени с периодом брачных игр у кенгуру. По счастью, наша звезда не пострадала. С кенгуру работают психологи. Это все новости на сегодня. Увидимся. Капитан, мне, конечно, не хотелось бы еще раз описывать хронику происшествия. Но если вы настаиваете, подчиняюсь приказу. 25 марта в 23 часа 15 минут я приехал по вызову от покойной Харитоновой. 23-го года рождения. Тело было доставлено в морг. В морге из рабочего персонала находился только сторож Михайлович в состоянии адекватном присутствующему контингенту. На мое предложение «Вставай, я тебе девку привез?» Ответил коротко. Недосуг. Таджи капитан, поскольку свободных мест не было, я принял решение посадить Харитонову на стул. Рядом с Михалычем. В правую руку я положил ее паспорт. В левую – постановление о вскрытии. После чего покинул помещение. И дальнейшая картина восстановлена благодаря камерам наблюдения. Таджи капитан, в течение последующего часа сторож и Харитонова выпивали. Харитонова к рюмке не притрагивалась, поэтому с каждой минутой нравилось Михалычу все больше. В три часа две минуты сторож прочитал постановление о вскрытии, после чего рухнул в обморок. В пять часов две минуты в помещение вошла уборщица Зигматулина, поприветствовав присутствующих репликой «Гутен Морген». Она также прочитала постановление, также рухнула в обморок. Только на сей раз постановление осталось лежать у нее на груди. В шесть часов тридцать минут пришли санитары Пилипчук и Апанасенко с целью доставить тело на вскрытие, поскольку постановление лежало на груди Зигматулиной. Она и была погружена на каталку, доставлена в операционную, где ее положили на стол и обнажили. Скажешь, капитан, может быть, на этом все и кончилось. Но, как говорится, беда не приходит одна. Как назло, именно в этот день в семь часов тридцать минут пришла группа первокурсников во главе с преподавателем Давидяном. Давидян призвал студентов сохранять спокойствие, ибо никаких внештатных ситуаций быть не может. Как бы в подтверждение его слов Зигматулина чихнула. Давидян выронил скальпель, после чего взял себя в руки, решив, что померещилось. На первокурсников было страшно смотреть. Согласно инструкции, Давидян повернул Зигматулиной голову. Это вернуло покойную к жизни. И она открыла правый глаз. Глаза самого Давидяна напоминали картину «Черный квадрат Малевича». А по лицам первокурсников было понятно, что они, не сговариваясь, уже приняли решение об отчислении. Дрожащей рукой Давидян потянулся к усопшей, чтобы закрыть той глаза навеки. В ответ Зигматулина укусила Давидяна за палец. Давидян заорал, покойная приподнялась и раздраженно сказала «Ну ты мертвого разбудишь!» Товарищ капитан, никогда еще в морге не было так оживленно. Даже в такие минуты Зигматулина напомнила про профессиональный долг и орала вслед убегающим первокурсникам «Куда она чистая?» На шум и крики проснулся сторож Михайлович. Только он пришел в себя, как в помещение ворвалась голая Зигматулина. Сторож Истова перекрестился и с нескрываемым сожалению сказал «Шо ж ты только под утро надумала?» Товарищ капитан, я действовал согласно инструкции, но я не могу объяснить, почему в конце концов покойная Харитонова оказалась в соседнем помещении верхом на Давидяне. Рапорт закончен. С тех пор, когда мы исполнили тогда в госпитале эту песенку, она почему-то стала такой популярной, что мы сегодня, следуя моде, решили снять на нее клип. И этот клип мы будем сейчас снимать здесь, на ваших глазах. И на ваши деньги, Регина Игоревна. Спасибо. Лечебная, оздоровительная. Заводи машину, Сильоня, прокачусь ветерком, как Регину Игоревну в Черногории. Мы теперь вспоминаем со смехом эти, в общем, не лучшие дни. Опасения все горным эхом потихоньку умолкли вдали. Помнишь, как в медсанчасти Бурденко персонал тебя оберегал, как в палате от стенки до стенки, всем составом у тела стоял. Мерсонал, медсанчасти Бурденко ошалел от компашки такой. Были здесь воробей Строботенко и Сатурнов еще с бородой. И прощаясь однажды с народом, нам хирурги успели сказать, жаль, что видим мы вас мимоходом, вот бы тоже вам что-то сломать. И запомни, что вместе мы сила, только свистни нам и не вопрос. Вот уж Клара борща наварила, а Лукинский лекарство принес. Побывала совсем не до шутки, не могла всех палат обместить. Кто-то ждал тебя в Крисменной сутки, ну никак не хотел уходить. Имя? Герк. Конечно. Ты вздыхала, здесь нет жизни личной. Да. Все амуры исчезли, как дым. Как дым. Но звучало вполне эротично. У Легины постельный режим. Ты с такой красоткой удобной Голливуд покорили давно. Они сняли в постели с Мадонной, а в постели с Региной слава. О! Российские дети кричали, у нас есть и поля, и лука. Наконец-то теперь мы узнали, где живет костяная нога. Черногорский таксист отмороженный, пусть других ненормальных резет. Если что, есть водитель надежный, Славка Ященко не подведет. Без сомнения остаток бога ради, Ведь цена всем сомнением грош. Сборим в Сочи на Олимпиаде, Ты стромплива еще сиганешь. Эту песню тебе мы пропели, Говорят, смехом можно лечить. Так вставай же скорее с постели, И давай всю Россию смешить. Дорогая моя Регина, Костяная моя нога. Регина Игоревна сказала, что Она не знает, чего от меня ждать. Я сам не знаю. У меня к вам такое предложение, друзья мои. Вы не против, если мы Следующую небольшую часть Нашей прекрасной программы Посвятим поэзии? Я, если честно, очень люблю стихи, Что греха таить. Сам, знаете ли, пописываю. Я свои решил назвать Дроботушки. Я вам сегодня кое-что почитаю. Здесь не только мое авторство. Что удивительно, Практически каждая Карапуля Имеет какую-то свою предысторию, Биографию, судьбу, если хотите. Вот когда была пандемия, Мы поехали на один из редких концертов. И помню, только заходим в театр Со служебного входа. Тут же в спину раздается Крик бабушки на вахте. Стоять! А у вас есть пиар-код? Оказывается, кьюар-код нужен. Без него уже даже артистов Никуда не пускали. И я тогда понял. В нашу жизнь вошла новая профессия. Я успел посвятить Представителям этой профессии Небольшое стихотворение. Прочту небольшой фрагмент. В смутный час И в непогоды Что нам боженька не даст? Я сверяю кьюар-коды Моя должность Кьюараст Это стихотворение о том, Что мужчина Всегда должен держать свое слово Чего бы это ему не стоило Позвонил Михалыч Как-то в дверь мою Не грусти, Серега Сейчас тебе спою Не соврал ни разу Как и говорил Тут же в этот вечер Он меня споил Это женское стихотворение Называется Радость со слезами на глазах Коровы бежали куда-то Поникла от страха трава Объявлен был план перехвата Я вчера получила права Мужская боль Худой я очень Хрупкий, как посуда Кто виноват, что тело мне окреп Бывало, вот гуляю мимо пруда А утки с плачем Мне бросают хлеб Кстати, наверное, это же стихотворение Можно было бы назвать Женская мечта Ибо нет такой женщины Которая не мечтала бы похудеть А знаете женскую мантру О похудении? Уйди, жир с пуза В чужие ритузы Там побудь Мое имя забудь Еще одна женская трагедия Стихотворение о том Как неумолимо быстро бежит время Посвящается Светлане Рожковой Казалось, раньше мне Стройная, как березка Из старости неразличимы берега Еще я соками полна Как абрикоска Теперь, наверное, мне ближе Курага Тут случай был Что вам в момент развеет скуку Стояла я на перекрестке На беду Подходит школьник И берет меня за руку Давайте вас через дорогу проведу В метро сидел напротив парень Улыбался Пульс участился Ликовало, как в раю Так он подсел ко мне, зараза И признался Вы так похожи на прабабушку мою Могу я вечно приводить вам всем примеры Была на лекции Мужик читал доклад О том, что было на земле до нашей эры И почему-то на меня косился гад Видать, я спутала профессору все планы Он бросил на меня свой взгляд косой Сказал, что мы произошли от обезьяны И он давно подозревает от какой Вы помните Пару лет назад Из России ушли некоторые западные компании В том числе Макдональдс Они думали, мы без них с голоду помрем Как известно, святое место пусто не бывает Тут же появилась сеть Вкусные точка Говорят, это название так понравилось Автовазу Что они даже подумывают сделать ребрендинг И скоро Автоваз будет называться так Едет и ладно А я написал такой небольшой реквием Макдональдсу Макдональдс Скатертью дорога Нам не нужны твои корма Быть может, кто всплакнул немного Но как воспряло шаурма Немного про современную молодежь Кроха, дочь, к отцу пришло И спросила Кроха Две полоски хорошо? Папе стало плохо Дольче Вита Или монолог светской львицы Я гляжу на море С чашкой капучино Рядом моя вилла Цветы апельсина На приколе яхта Мужики плейбои Девочки, учитесь Выбирать обои О суровой Но горячей Мужской любви Ради бабы своей Все дела отложу Чтоб в тоске у окна Не сидела То коня шугану То избу подожгу Ей нельзя без любимого дела Современная Джульетта Пишет своему Ромео СМС Быть может тебе будет интересно Беременею я День ото дня Не знаю от кого Признаюсь честно Но вот тошнит сильнее от тебя Ну и немного истории Татарский хан Сурово крикнул Славяне Заплатите мзду Ему ответили Славяне Но рифма здесь запрещена Так пусть, друзья мои Хорошая рифма Нам помогает жить Все лучше и лучше Смотрите аншлаг Будьте здоровы Ибо Как говорили древние зулусы В мире нет Сильнее вакцины Чем здоровый смех Спасибо Итак 50-летие Застолье Тост мужчины Умного Дорогие друзья Дорогая Марья Петровна Да У женщины не принято спрашивать О возрасте У этой женщины никто и не спрашивает Все и так знают Хотя Честно говоря Называть Марью Петровну Женщиной У меня язык не поворачивается Маришка Маришка Девочка моя И так тебе уже В общем я не буду называть эту пугающую цифру 50 Да и такая напугающая Мы смотрим на тебя Смотрим на твоих внуков И не видим разницы Что пожелать тебе в твои 50 Любви? Рано Красоты Можно Заметь не я это сказал Да и можно ли этому ангелу дать 50 Вы посмотрите Этим губкам 23 Этим счетчиком 22 Этому подбородку 15 И столько же второго Так выпьем же за то Что получилось в сумме Паша здоровая Ну а теперь Тост мужчины честный Дорогие товарищи Дорогая Петровна Да У дамы не принято спрашивать о возрасте У Петровны уже давно не спрашиваю Не у всех нервы крепкие Обратите внимание В праздничном торте нет свечек Это и понятно Я извиняюсь куда воткнуть столько свечек Сегодня наша Петровна вступила Во вторую половину столетия Полвека у нее Повисли сзади Что же пожелать этой женщине Хотя какой уже к черту женщина Петровна Голубка Тряхлая моя Тут уже кое-кто Справедливо назвал тебя почти ангелом Что пожелать тебе Любви Но если только к родине Красоты Красота твоя всегда была довольна Своеобразная Сегодня молодцом Выглядишь на все сто Петровна Петровна давно живет на свете Про нее еще Пушкин писал Помните Люблю тебя Петра творение Говорят К женщине Мудрость приходит вместе с возрастом К Петровне Возраст пришел один Дети Превращаются в молодежь Молодые становятся взрослыми За взрослыми идут старики А за стариками Наша Петровна Петровна прошла славный путь Мы запомним ее Как честную труженицу В основном верную жену Петровна рано познала радость матершинца Я забыл Ты замуж до войны выходила После Наверное, после русско-японского Еще ж дразнили тебя в шутку Япона-мать Позволь же, Петровна Пожелать тебе здоровья Хотя какое уже к черту здоровье Дышишь И на том спасибо Отнимай бокал И давай выпьем Кто знает Может в последний раз Добрый вечер Дорогие друзья В эфире программа О здоровье Вам осталось недолго Сегодня у нас в гостях Слава богу заочно Игорь и Светлана На примере этой пары Мы рассмотрим влияние женщины На психическое здоровье мужчины Уже по первому кадру видно Что влияние это весьма тлетворно Вот полюбуйтесь, друзья мои До чего может довести женщина Некогда солидного и степенного мужчина Вот с таким выражением лица Игорь обычно и встречает появление Светланы Сила внушения женщины безгранична Например, однажды Светлана убедила Игоря в том, что он поп Поп-звезда Дима Билан И он поверил Согласитесь Довольно трудно понять, кто перед нами Игорь или Дмитрий Билан После продолжительного отпуска Слуховые галлюцинации Еще долго преследовали Игоря Голос Дмитрия Билана Слышался ему отовсюду Ты Дмитрий? Это ты Дмитрий? Ты Дмитрий? Порой женщины Действуют на мужчину Лучше всякого детектора лжи Она способна вытащить из него самое сокровенное Ты нормальный мужик, я тебе не из медиане, пью, не курю Что ты, напрасно Совсем обленился, сволочь Лишний раз убеждаемся, что внешность обманчива Ведь, к примеру, внешность Игоря Выдает в нем человека пьющего Об этом говорят и цвет носа, и бессвязная речь Фигура мужчины Это зеркало женщины, которое рядом Долгое время Светлана пыталась сделать фигуру Игоря Не такой Не такой заметной Она кормила его растительной пищей И результат не заставил себя долго ждать Козел Она посадила его на целлюлозо-бумажную диету И вот результат Он уже не стесняется публично оголиться на людях А каждая женщина в отношениях с мужчиной Преследует определенные цели Светлана обозначила свои намерения довольно ясно Закрыл варежку Вот как выглядит классическая реакция женщины Когда мужчина приносит зарплату Когда не получается с первого раза достигнуть цели Женщина переходит к более агрессивным действиям Особое место в отношениях этой пары занимают Впрочем, пусть Светлана об этом поведает сама Ролевые игры В распоряжение нашей программы Попали уникальные кадры Как это происходит в действительности Безусловно, подобное насилие над мужской психикой Не могло не иметь печальных последствий Порой они приводят к моральному падению человека Разумеется, все эти нервные срывы Требовали незамедлительного медицинского обследования Нельзя сказать, что Игорь был глух к рекомендациям медиков Он даже честно пытался записать то, что ему советовал Диагноз, увы, был неутешителен Что я могу сказать? В принципе, кости у вас есть Кости у вас на месте, но почему-то порядок другой О новых патологических рецидивах в душевном здоровье Игоря Вызваны присутствием Светланы Мы расскажем уже в ближайшем выпуске нашей программы Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами Вам осталось недолго А вы что смеете? Что вы смеете? Ха-ха-ха-ха! Пожиритесь таким идиотом! Вот вы говорите Туризм Путешествия Экзотика Были мы в круизе Казалось бы, совсем недавно все мы узнали Что есть еще и Баден-Баден А не только Гомель-Гомель А уже все нам наскучило Уже ничем нас не удивить Уже на все их чудеса света у нас один ответ Ну и чё? А нас упорно посылают в Пизу Это город в Италии Там древний архитектор неправильно спроектировал башню И с тех пор она падает Ну и чё? У нас таких башень А как нас заманивают? Как изгаляются? Дамы и господа, новинка 60-летию победы посвящается Уникальный тур по Европе На танке Т-72 Вы платите только за солярку Двухразовое питание В начале тура Семейный отдых в Гваделупе Текила для вас Море для жены Джунгли для детей Крокодилы для тещи Итак, круиз, день первый Всех сразу предупредили Возможно, качка Хил англичане тут же стали какие-то пилюли глотать Наши усмехнулись и сказали Ну и чё? Мы же помним морской закон Чтобы качку переждать Надо хорошо Подать Всех штормило, я вижу Один мужик сразу поддал как следует Даже какому-то моряку похвастался Вот здорово, меня научили Такая качка, всё худуном ходит Мне хоть быкны Моряк говорит, какая качка Мы ещё от Одесского причала не отошли День третий Здравствуй, первый заграничный порт Батуми Ещё недавно свой родной А теперь уже со своей валютой Называется Лари Но не все об этом знают Семейная пара заходит в обменник Нам бы рубли разменять Им говорят Лари нет Да? А без него никак нельзя? День пятый Божественная Греция Акрополь, Парфенон Ну и чё? Нас интересует только одно историческое место Где коренные гречанки На чистейшем русском кричат из-под воротин Шубы, шубы, девочки, шубы Одна туристская из Ашхабада купила Ей в Ашхабаде шуба по зарезках нужна Примеряет в каюте Сын смотрит, говорит Мама, ты хоть понимаешь, что это шуба? Результат безжалостных страданий Бедного, несчастного животного Сынок Как ты можешь так говорить об отце? День восьмой Барселона Прелестный день Чигауди Реклама захлёбывается Обязательно посетите наш зоопарк Там живёт единственная в мире горилла-альбинос Едут только ради детей Пап, смотри Что-то эта горилла как-то не подобрана Он на меня смотрит Тихо, сынок Это ещё только касса Но Если Наших за границей удивить всё труднее Иностранцы от нашего сервиса в полном восторге Француз возмущался У меня в каюте Радиатор постоянно греет Чайник свистит Радио поёт Телевизор овёт Им говорят, всё правильно У вас же в путёвке написано Всё включено Немцы Никак не могли понять Кто это додумался В бассейне на палубе Сделать вокруг дна Стеклянные стенки Выходящие в столовую Сидят немцы Утром бразильский кофе пьют А мимо проплывают Наши отечественные органы А тут как-то Резко темно стало А это Таисия Михайловна С горки сиганула Но смех смехом Всё-таки наши туристки Конечно самые красивые Один кавказец Всю на них пялился Жена его пилила Чего уставился Забыл, что женат Он терпел, терпел Наконец взорвался Слушай, если я на диете Я что, не могу Хотя бы меню посмотреть Но если наши женщины Самые красивые Наши мужчины Самые находчивые Парнишка из Волгограда Запал на француженку Она ему Отстаньте Все вы мужчины Одинаковые Всем вам нужен Только секс А нам надо Внимание Наш не растерялся Говорит Внимание Сейчас будет секс День десятый Неаполь Все сразу предупредили В городе полно воров Идёт женщина С сумочкой по улице На встречу мотоциклист Вновь родные берега А родина готовит Новые заманухи Дамы и господа Новинка Лечебные грязи На озере Титикака Ваши тити Наша Ну и чё Ну и чё Пусть лучше Они к нам едут Они такого точно Больше нигде не увидят У нас ведь даже Японцы ходят Широко раскрытыми глазами Один японец Десять лет в Москве Изучал русский язык Он думал Что выучил В деревне Наблюдает сцену Бабка гонит гусей К пруду И при этом Приговаривает Ну быстрей собаки Быстрее Самурай Открывает Словань Подходит К бабке Простите Это гуси Гуси А почему Вы их собаками Называете Потому что Эти свиньи Весь огород Вы там А вы говорите Экзотика Экзотика Удивительно рядом Господа Мне в последнее время Очень почему-то Везет на финнов Представьте Такую ситуацию По финской лесной дороге Едет наш соотечественник Едет на флагмане Нашего автопрома На Оке Едет по финской дороге Это хорошая Финская дорога Настроение Сами понимаете Отвратительное Ни одного гаишника Все по правилам Асфальт идеальный Пуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Сорвает крышку, возвращается в АКУ, разгоняется и въезжает в этот люк. Понятное дело, одно из колес отваливается. Наш товарищ подает в суд на дорожную службу в Финляндии. Фины не могли понять, как такое могло случиться. Наш говорит, понимаете, люк меня преследовал. Безобразие, вы калечите людей на дорогах. Да, но крышка всегда была закрыта. Наши парижут гениально. Нет, ребята, вы что хотите сказать? Что я сам открыл крышку люка. И сам в него въехал. Да, нормальный человек так не сделает. Вот. Он отсудил вполне приличную сумму. Вернулся домой. С хохотом рассказывая друзьям, семейной паре, как он наколол тупых финнов. Посмеялись, разошлись. Жена говорит мужу, а ты что сидишь? Быстро в Финляндию. Он попытался было возразить, что, мол, второй раз номер не пройдет. Но, как известно, с женщиной спорить, что поросенка стричь. Шерсти нет, а визгу много. И через некоторое время в финский люк влетает еще одна российская легковушка. Вскоре о люке знали все родные, близкие, друзья. После 17-го судебного иска финны заподозрили неладное. В прессе появились сообщения о люке убийцы, которые охотятся на русских водителей. Они решили эту крышку раз и навсегда заварить. На следующий день к люку подъезжает наш человек, видит, что крышка заварена. Не поленился. Доехал до ближайшего магазина, купил газовую горелку. Когда через некоторое время мимо люка проезжала финская полиция, они обалдели. Из заваренного люка торчала русская легковушка. Рядом в себя довольный водитель и говорил, «Вот, вы глаза финнов представляете? Это то же самое, что сейчас зайти в переполненный автобус, громко чихнуть на всех и сказать, чтобы я еще раз в эту Мексику поехал». Финны поставили у люка часового. День и ночь они дежурили, сменяя друг друга. Вскоре в 500 метрах от люка произошел странный инцидент. В лесу столкнулись две российские легковушки. Да, авария была незначительная, но страж порядка должен был все зафиксировать. Финн отлучился всего на 30 минут. Смекалка. Вернувшись, он заплакал. Он даже не стал смотреть в сторону люка, из которого торчала наша легковушка. Он только услышал это страшное, да более знакомое. Вот. Говорят сейчас финских ребятишек. Пугают не сказками про злых эльфов. Нет. Им говорят, вот не будешь слушаться. Приедет русский бабай верхом на люке и скажет, вот. Может быть у нас появится рубрика под названием «Инстаграм-артистам». Где будут ролики, которые наши любимые артисты снимают на отдыхе, там у себя дома и так далее. И даже хочу сказать, Регина Игоревна тоже у нас завсегдата интернета. Если раньше она спать не ложилась, пока всех не отлает, теперь пока всех не отлайкает. И вот сейчас мы сделаем такой пробный шар, чтобы просто по вашей реакции понять, это только нам интересно или еще и людям, ради которых собственно все это и делается. Сейчас, я так думаю, на экране мы это с вами увидим. Какой изумительный вид за моей спиной, друзья мои. Какой прекрасный солнечный день. Но, к сожалению, не для всех. Сегодня в лифте я подрался с пышно грудой женщиной. Я засмотрелся на ее бюхе. Наконец женщина сказала, «Мужчина, может вы наконец нажмете?» И потом что-то пошло не так. Пусть у вас все будет по-другому. Хороший день. Однажды в маленьком французском городке прошел слушок, что туда приезжает великий писатель Дюмал. И владелец одной книжной лавки решил сделать ему приятное. И все полки уставил только книгами Дюмал. Дюма действительно приезжает в этот город, заходит в этот магазинчик, видит только свои бессмертные произведения. И, конечно же, спрашивает у этого хозяина, «А где же книги других авторов?» И тот растерялся, говорит, «Да как это проданы». Вот и я сегодня зашел в центральный книжный магазин города Москвы и с удовольствием отмечаю, что моей книги «Шеф-гуру не звезда» в продаже нет. То есть, очевидно, Сашенька, она уже полностью продана. Книга к нам и не поступала. Хорошего дня. Если вы, в Зикипедии, сегодня, 10 августа, день попутного ветра. В связи с этим у меня вопрос к моему другу Геннадию Ветрову. Геннадь, у тебя что сегодня, юбилей? В городе Железноводске я понял, что настоящего мороженого я еще не пробовал. Я никак не мог понять, почему среди жителей этого города не встречаешь грустных людей. А потом понял, только в Железноводске продается биомороженое под названием «Конопли». Нам не нужна Чуйская долина. Нам не нужен Амстердам. У нас есть Железноводск, и у нас есть Коноплин. Коноплин. Лизни и заморозь свои тревоги. Хороший день. Девчонки, я, конечно, частенько зависаю в соцсетях. Родители ворчат, ну что делать? У каждого поколения свои интересы. У меня Инстаграм. У отца по 100 грамм. Познакомиться там, конечно, сложно, но реально. Я как-то пару дней списывалась с одним молодым человеком. Наконец он говорит, ну может, в Скайпе созвонимся. А я только-только нанесла на голову маску из масла репейного. Видок, представляете? Говорю, ну давайте созвонимся, только без видео. Я, типа, сразу хочу показаться во всей красе. Прическа, макияж, фан-фан. Хорошо. Звонит. Девочки, как я на это видео нажала, я не знаю. Поняла-то потом. И этот же молчит. Ну сидим, болтаем. А я, чтобы время зря не терять, стала пинцетом волосинки из ноздрей выдергивать. Смотрю, у мужика зрачки все шире. Ну, думаю, голос мой нравится. Ну, болтаем дальше. А я, чтобы маска лучше впиталась, стала заматывать голову в целлофановый кулек. И чтобы масло в уши не затекало. Вставила туда ушные палочки. Смотрю, мужика совсем перекосила. А я, чтобы маску утеплить, надела на голову детские колготы. Ножки свисают. Сижу такая, теребю. А мужик спрашивает, вам кто-то стиль в одежде советует? Вы у кого одеваетесь? Хотела сказать, милый мой, у кого проснулась? Ну, думаю, что бы все про меня. Вы о себе расскажите. Стал мне про свою работу втирать. Ну, а я опять, чтобы зря не сидеть, решил сделать упражнение на растяжку. Взяла и закинула ноги за голову. Мужик поперхнулся, говорит, мне надо водички попить. Ну, думаю, пока его нет, сделаю упражнение для улучшения циркуляции крови. Надо языком достать кончик носа и свести глаза к переносице. Когда пятый раз свела, смотрю, он на меня в упор смотрит и с ужасом спрашивает, вас кто-то из врачей наблюдает? Я говорю, конечно. За мной глаз да глаз нужен. Купила гель для ног, лошадиная сила. Два дня не могла домой попасть. Раскакивала. Я такая. А тут во время стирки машинка стиральная ускакала на полметра и дверь мне изнутри забаррикадировала. Мужик говорит, вы следите, чтобы к вам пылесос сзади не пристроился. Ну, похихикали. Он говорит, может, завтра вечером сходим куда-нибудь в кафе посидим. Вы до скольки работаете? Я говорю, ну, теперь до 60. Он говорит, ну, давайте завтра в кафе. Только там дресс-код строгий. С колготами на голове могут не пустить. Милочка, у меня вся жизнь перед глазами. Я из этого скайпа сразу выскочил. Он перезванивает, хохочет. Говорит, ну, вы простите, что я сразу про видео не сказал. Но когда я вас первый раз увидел, я подумал, да. Красотой вы мир не спасете. С другой стороны, красавиц много. Я такой, чтобы с колготами на голове. Простите, а что у вас глазами было? Я говорю, а как в песне. Вот и свела судьба, вот и свела судьба. Уже полгода вместе. Все хорошо. Пылесосит он. От греха подальше. Старость вдруг в тишине Постучалась в двери. Уже ты ко мне? Верю и не верю. Краски дня, лунный свет. Все как будто стерлось. Ну, зачем рано так Ты ко мне приперлась? Тут как спать, 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 скрипнув я здесь. Стало ясно мне тридцать шесть. В пояснице утром ступа, Ах, как славно мне сорва. Раньше на шпагат можно сесть, Пока на двор я залезть. В сорок девять просто присесть. Не могу без звука. Она женский стриптиц. Нет волненья даже. Не грозит мне конфуз. На медицком пляже Видит лишь класс один. Словно у циклота. Лучше всех, краше всех. Как обычно. Касается всех. Мы нищем, чем можем, древнем. На приключениях ей найдем. Мы еще в морозной морозной морозой, Кололед посыплем с собой. Пятьдесят совсем не придет, Чтобы организм молодел. И на кассе иный отдел Еще спросят паспорт. Касается. 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 Я хочу вас пригласить в свой виртуальный музей юмора. Все экспонаты этого музея были собраны лично мною, Зрителями с моих сольных концертов, Подписчиками моих социальных сетей. И вот глядя на это богатство, Думаешь, что смешное, Оно всегда рядом. Только надо увидеть и рассмотреть. Начнем мы нашу экскурсию в зале, Который называется «Ценники». Слушайте, я был в Белоруссии. Мне после концерта отдали такой презент. И там, наверное, нечаянно остался ценник. Этот ценник произвел неизгладимое впечатление на мою судьбу. Было написано следующее. «Перчатки мужские, козлина». Я вот тогда подумал, «Или это название бренда, Или это материал, Или это лично мне. А как вам такой ценник? Бюстгальтер женский. Я полвека прожил, Мужского в глаза не видел. Или такой ценник? Трусы мужские. Да, ничего необычного. Только ниже приписочка. Обхват груди 92. В Белоруссии в одном сувенирном магазинчике Я увидел, стоят такие смешные мужички С пейсами, В кипах. Но ценник гениальный. Евреи белорусские. Конечно, особая фантазия нужна, Чтобы придумать ценник для туалетной бумаги. Я в свое время пережил туалетную бумагу Успех. Потом была Белоснежка. Сирень. Но последнее культурное потрясение Это туалетная бумага, Опережая желание. Это не все. С ароматом Европы. Сочи тоже внес свою лепту. Тут в супермаркете продавался салатик. Ценник. Салат греческий. Видимо, давно лежал. Ценник слегка видоизменили. Теперь салат древнегреческий. Следующий зал, дамы и господа. Таблички на заборах. Ну, кто из нас не бывал в частном секторе И не видел эти гимны доброты? Например, Внимание! Звонок не работает. Дразните собаку. Или, Осторожно! Во дворе злая собака. А кот вообще дебил. Ну, и мой фаворит. На русско-немецком наречии написаны. Ахтунг. Нихт коммен. Иначе алабай откусит балалай. Следующий зал, господа, магазины. Вы знаете, у нас очень любят в названиях продуктовых магазинчиков давать женские имена. Красиво. Едешь по трассе. Валентина, Ольга. Но один магазин меня просто потряс своим названием. Вика круглосуточна. Я просто мечтаю на эту труженицу взглянуть. В Туле открыли виноводочный. Ну, точнее, название не придумать для виноводочного. Вечный зов. Крым порадовал. Не отстает от Тулы. Там тоже виноводочный. Потрясающее название. Вот оцените эту игру слов. Розовый в хламинго. Следующий зал, объявление. Я всегда поражался, как иногда одной строкой можно показать всю судьбу человека. Сдам комнату двум молодым девушкам. Трем не сдам. Возраст не тот. Или. А продается счастливое свадебное платье. Б.У. Я в нем пять раз замуж выходила. И каждый раз удачно. Следующий зал, реклама. Это наша особая гордость. У нас где-то выпустили пиво «Аватар». Это не все. Там еще рекламный слоган на этикетке. «Аватар». Научись управлять синим телом. Кроме того, мне очень понравился салон депиляции в Ёжкар-Оле. Во-первых, само название. «Лысый ёжик». Во-вторых, реклама перед входом. Депиляция. «Подмышки триста рублей, до колен шестьсот». В Астрахани тоже салон красоты. Там реклама в стихах. «Срочно сделай педикюр, ты царапаешь бордюр». Вообще, вы обратили внимание, рекламы в стихах все больше у нас появляется. В Вологде, вещевой рынок. В трикотажном отделе рекламный щит висит. «Будь красив и нежен с носком свежим». Но мой фаворит, конечно, Чита. Там есть кафе, которое предлагает поминальные обеды на девять дней, на сорок дней. Перед входом реклама в стихах. Слушайте, но Байрон и Гёте нервно курят в коридоре. «Пирожки с грибами, ты больше не с нами». «Пирожки с луком, земля тебе пухом». «Пирожки с яйцом, ты был хорошим отцом». Ярославль, строительный рынок. Огромный рекламный баннер висит. «Ламинат, ковролин, паркетная доска». Ниже. «Будь мужиком! Смени пол!» В Петрозаводске есть ветеринарный салон. Напротив поставили рекламу. Внимание! Вторая кастрация бесплатна. «Приведи друга!» Следующий зал, господа, география. Ну, согласитесь, нет такого человека, который, путешествуя по нашей России, нет-нет, да и не обращал внимания на, мягко говоря, загадочное название населенного пункта. Выдропушск, Мышегрёбово, Чемодурово и так далее. Что далеко ходить за примером? Сочи, просто кладезь в этом плане. Я как-то был свидетелем такого разговора. Туристы заблудились и спрашивают у местного аборигена. «Скажите, а там вот за поворотом это верхнее Лоу?» Он говорит, «Это нижняя Буу. А мы вообще где?» «А вы в Мамедовой щели». У меня, конечно, любимица по таким названиям это Свердловская губерния. Там все вот эти вот поселения парами ходят. Верхняя пышма, нижняя пышма, новая ляля. Это ж были цветочки. Едем по трассе на Смоленск. Я вижу указатель на одну деревушку. Ну, мы сразу остановились, потому что у водителя был припадок. Я потом навел справки в Википедии. Действительно, есть такая деревушка. Живут бабушки, божьи одуванчики. Но название. Друзья мои, я вам его озвучу так, как я его первый раз понял. Есть кого. Это не все. Но может, наш человек с его-то кипучей фантазией спокойно пройти мимо такого подарка судьбы. Есть кого. Конечно, кто-то ниже маркером приписал. Да некому. Мы не так давно были в Пензе и в окрестностях. И там меня поразило поселение с загадочным названием Татарская пинделка. Я даже об этом вечером в Пензе на концерте сказал. После концерта в гримёрку заходят три женщины. Говорят, мы оттуда. Думаю, ну сейчас бить будут. А они хохочут, говорят, Сергей, правильно не пинделка, а пинделка. Я им говорю, вы только вошли, я сразу подумал, три пинделки. Друзья мои, конечно, об этом можно говорить бесконечно, смеяться над этим бесконечно, но это наша земля, наш язык, наши традиции. И простите за нечаянный патриотизм, мне бы хотелось закончить нашу экскурсию этим четверостишием. Никогда не найду я ответа. Я ночами уже плохо сплю. Почему и за что вот все это больше жизни своей я люблю? Блистательный Сергей Дроботенко! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ